19 марта 2019 года. Кремль. Владимир Путин встречается с победителями второго конкурса «Лидеры России». Президент отметил, чиновники и топ-менеджеры компаний проявили повышенный интерес к институту наставничества. Сразу 93 человека пожелали стать таковыми для финалистов конкурса, которых набралось больше сотни. Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс. 227 тысяч. 300 финалистов, все финалисты получат по миллиону рублей, а победителей – это всего 104 человека, тоже немало. Они получат, кроме денежного вознаграждения, ещё и наставников. Наставники – люди очень опытные, с большим опытом работы, доказавшие свою состоятельность результатами своего труда, да, пожалуй, результатами своей жизни, можно сказать, некоторые. Поэтому вам будет интересно. Интересно и полезно для любой отрасли. Социальная сфера, бизнес, государственная и муниципальная служба. Конкурс отмечен не только на федеральном уровне. Местные органы власти также заинтересованы в развитии кадрового потенциала и в совершенствовании управленческой системы. Отрадно, что в конкурсе приняли участие и достаточно приличное количество наших с вами земляков. Ну вот, в среднем где-то, так вот посчитать, там плюс-минус 2300 с небольшим человеком. Приличное количество, представляете, 2300 человек набрались храбрости, набрались смелости. Понимают о том, что они готовы пройти через это достаточно нервные, суровые и очень нужные испытания. 23 человека добрались даже до полуфинала. Те же, кому повезло меньше, не отчаиваются. И утверждают, что конкурс помог им лучше понять не просто себя, но и те вызовы, которые ставит перед управленцами новое время. Конкурс позволил пройти независимую оценку профессиональных навыков, компетенций, позволил проявить себя, показать, познакомиться с большим количеством людей, а также наметить новые амбициозные планы для будущего развития. Он может стать новым толчком для развития просто потому, что ты сам меняешься. Ты по-другому смотришь на себя, ты видишь других людей и ты понимаешь, что ты можешь и хочешь чего-то большего. Поэтому да, для карьеры это тоже может стать серьезным и важным шагом. Кроме прочего, конкурс позволяет сколотить сообщество профессионалов, лидеров нового времени, людей, способных генерировать и продвигать перспективные идеи на всех уровнях, от муниципального до всероссийского. А главное, регионы впитывают и реализовывают федеральную практику. В Ульяновской области, например, уже во второй раз пройдет конкурс «Региональные лидеры». Победителей ждут личные карьерные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний, политиков федерального и регионального уровня. Лучшие смогут присоединиться к курсу подготовки высшего кадрового резерва. Владимир Гаврилов, Алексей Слипченко, репортер 73.